Двадцать вторая глава, двадцать второй пасук. Наказание за связь с замужней женщиной. Итак, значит, двадцать второй стих. Если будет кто-то найден в лежащем замужней женщине, то они должны умереть оба. Это как бы ситуация понятна. Это при деянии и оба они виноваты. Дальше, если девица обручена, то есть она находится в состоянии, что у нее уже был кедушин, но еще не было несуин, то есть вот этот статус, который мы выше разбирали. И это считается ситуацией наиболее опасной и тяжелой для людей. Так вот, ее кто-то в городе и с ней ляжет, то тогда они их казнят обоих. Почему? Потому что он за то, что он изнасиловал эту женщину, а девушка за то, что она не кричала в городе. То есть, это очень интересный момент в двадцать четвертом стихе. То есть, предполагается, что в ситуации, когда можно кричать и позвать людей на помощь, тот факт, что она не кричала, показывает, что она была согласна. То есть, опять-таки, я не говорю сейчас про практическое применение, может быть, в практическом случае это было невозможно. Но общая идея здесь такая, что если не было попыток бороться с насилием, то тогда предполагается, что это не было насилием. И потом сказать, что это было насилием, уже невозможно. И в данном случае она, ее тоже казнят. Еще раз, опять-таки, это на уровне эмета, а не на уровне ценок. Это не то, что это практически так делается, но принцип такой. Интересно, что если этот принцип применить к сегодняшнему дню, то получится, что в случае, если было изнасилование, то должна быть жалоба в полицию подана довольно через небольшое время после этого. Если люди через много-много лет говорят, женщины, что это было изнасилование, то с точки зрения как бы моральной это один вопрос, но юридически это точно не может считаться изнасилованием, потому что если она столько лет никому ничего не сообщала, то тогда как бы тарапа предполагает, что все нормальные люди об этом сообщат. Сегодняшний подход, часто, который применяется, говорит, что, может быть, ей было неудобно сообщить, ей было сложно сообщить. Опять-таки, этот вопрос в практике можно рассматривать. Но общий принцип, что если что-то не сообщалось, то это уже очень большой вопрос к тому, чтобы через много времени обвинять, что это было изнасилование, а не то, что она была сама согласна в этой ситуации. Вот. И в 25 стихе ситуация, когда это произошло в ненаселенной местности, то есть, как здесь называется, в поле, то тогда только человек, который, только мужчина должен его казнять, а женщина, значит, никак не наказывается, потому что предполагается, что она кричала, но никто не мог ее спасти. Опять-таки, это не факт, что она, разумеется, кричала, потому что, или звала на помощь, потому что, может быть, она считала, что это бессмысленно, или что-то еще на практическом уровне. Но общее предположение, что всегда насилию оказывается сопротивление, или хотя бы кричит о помощи. Что если этого нет, то тогда чрезвычайно большая проблема считать это насилием. Ну вот, а если это было в ненаселенной местности, то тогда общее предположение, что она звала на помощь, но не смогла никого, никто ее не спас. Это, вот здесь, мне кажется, очень важный вывод из всей этой истории. То есть, здесь не только то вопрос, что Тара заведомо предполагает, что девушка хотела позвать на помощь, а общая вещь, что если нам заведомо известно, что она не звала на помощь, то это уже проблема считать это изнасилованием. Вопросы? Ну, вообще, понятие домогания, то, что в современном израильском обществе, это центральная тема стала. Ну, это отдельный вопрос, здесь в Таре вообще такого нет. Домогательство. Домогание такого вопроса вообще? Домогательство, здесь или это было насилие, это или не было насилие. Здесь нет вообще такого понятия домогательства, в принципе. Потому что это не было принято, не было такого понятия. Ну, я не знаю, это вообще вопрос. Я не хотел бы в эту современную ситуацию влезать, которая вся связана с тем, что ретриактивно пересматриваются нормы поведения, которые раньше считались нормальными, а потом они считаются ненормальными. И ретриактивно предполагается, что нужно распространить нынешние законы и нормы на прошлое. И тогда, соответственно, в этом весь зазор и состоит. Потому что, допустим, что такое изнасилование, соответственно, здесь претерпел изменения, что, например, сексуальные отношения между начальником и подчиненным считаются изнасилованием. Которое Тара, разумеется, это считать не будет. Наоборот, Тара будет предполагать, что при любой попытке изнасилия женщина, которая этого не хочет, позовет на помощь. А вовсе не будет соглашаться на этой ряде карьеры или чего-то такого. То есть, сегодняшнее предположение, что сексуальные отношения между начальником и подчиненным являются изнасилованием, происходит только из предположения, что она не будет отказываться, потому что ей нужна карьера. Или, там, вложение на работе. Что, разумеется, в понятии вторых просто невозможная ситуация. Хорошо, пошли дальше. Вот эта вот идея, что кричать обязательно, это очень важно. Я, честно говоря, все-таки тоже живу в этом мире. Поэтому я думаю, что все это изменение современное, которое здесь накладывается, это изменение, которое ретроактивно, были некоторые нормы жизни, которые считались нормой жизни. И тогда изнасилованием считалось физическое насилие. После этого решили, что... А все остальное не считалось. После этого, ну и мы решили пересмотреть, ну и мы все-таки можем пересмотреть, мы их пересмотрели ретроактивно. Понимаете, после чего у нас... Я поэтому не хочу сейчас вылезать в эту всю современную ситуацию, где в Голливуде говорят одно, а французы в французском кино говорят противоположное. Вот, поэтому я сейчас просто не буду... Знаете, если как уже кто-то сказал, что если людей выгоняют, там, актеров, выгоняют свои работы за то, что считается, что он там нехорошо отнесся к женщине, а вырезают его кузок из фильма и переснимают его с новыми актерами, то давно нужно было Пикассо убрать из всех музеев. Пикассо, вообще, как известно, человеком был таким не очень-то моральным, если так можно выразиться. Поэтому вот первейшее требование – уберите Пикассо из всех музеев, как вы вообще можете оставлять, так как он мог бы, так сказать, насильника, и уж он точно, так сказать, со всеми своими моделями, там, может, и не за силу, конечно, физически, но, так сказать, они все становились его любовницами.